всем привет коллеги начинаем краткий опционный анализ на сегодня по евро доллар за пятницу отбились от уровня убытка показали импульс в сторону уменьшения убытка маркетмейкера сегодня закопляемся выше баланса 1.2040 основной снайд это продолжение повышения которое было начато в пятницу это отметка 1.279 британский фунт аналогично евро закрепился выше баланса недели 1.3703 сейчас располагаемся вблизи сопротивления 1.3744 исходя из этого ожидаем повторный тест 1.3703 после чего пробой сопротивления 1.3744 уже в американскую сессию также мы видим большие признаки того что актив продолжит повышение до отметки 1.3817 по австралийскому доллару на протяжении прошлой недели успешно протестировали уровень убытка во вторнике в пятницу показали импульс в сторону увеличения прибыли маркетмейкера сейчас располагаемся вблизи ключевого сопротивления 0.7681 ожидаем снижение и ртс баланса 0.7658 после чего пробой и поход до баланса недели 0.7707 по золоту ближайшим сопротивлением выступает баланс 1820 если не закрепимся выше недельного баланса тогдашной сценарий будет повторное тестирование технических минимум второй половины прошедшей недели это диапазон 1791 и новый убыток маркетмейкера 1778 если мы закрепимся выше недельного баланса тогда путь до следующего сопротивления 1850 открыт по паре доллар иена есть хорошие признаки повышения но они расположены ниже поэтому пока что по иене это сто пятьдесят три сопротивления и снижение до окончания торгового дня с целью 105.42 но это не конечное снижение мы видим что еще ниже это отметка 104.66 есть большие признаки что и туда дойдем по паре доллар франк также аналогично иене ожидаем приостановку повышения в диапазоне 0.90.09.090.12 и снижение с ближайшей цели до окончания торговых суток 0.89.66 но так как признаки снижения ниже есть то можем пойти еще и до отметки 0.89.32 на протяжении первой половины текущей недели по нефти марки крут ойла мы видим на графике большие признаки того что актив будет и далее повышаться это яркий диапазон сопротивления 59 до 060.09 основной сценарий по нефти это повышение но покупать будем только в случае снижения до целесообразной поддержки диапазон 55.95 55.50 по канадскому доллару признаки снижения налицо мы видим диапазон куда мы будем снижаться это отметка 1.27.22 1.26.98 но и ближайшие сопротивления как вы видите на графике это отметка 1.27.73 невооруженным глазом видно что вот такой вот сценарий будет основным по природному газу ценовой диапазон сопротивления обозначенный на графике зона куда навел стрелочку 2.96 2.913 основной сценарий если мы расторгуемся по обозначенному сценарию тогда будем видеть повышение до 3.25 если сценарий будет противоположный обозначенный второстепенным тогда будем видеть снижение цели обозначим уже завтра по паре доллар рубль та ценовая область которая отмечена основной это ценовой диапазон 73.93 73.69 является ценовым ориентиром снижения после достижения которого будем видеть коррекционное повышение цели обозначим завтрашнем утреннем онлайн обзоре по криптовалюте биткоин основной сценарий это достижение зоны 6 процентов в основном зоне 40.943 39.882 и приостановка роста интродэйт по фондам индексу Dow Jones очень ярким признаком того что повышение продлится до зоны 8 процентов является расположение двух сигналов внутри одного сопротивления и скорее всего действительно фондовый индекс будет повышаться до отметок 31.652 31.832 и поэтому основным сценарем развития событий по Dow Jones это повышение если будет очень глубокая коррекция до отметки 30.339 30.949 тогда мы будем дополнительно покупать и так скорее всего мои движения пропустим всем спасибо за внимание интеллектуальный трейдинг 21 коньяков страх или жадности только опционный анализ и холодный расчет